Добрый день, всем добро пожаловать в город Харьков. Я начну сегодня говорить по-немецки, поскольку у нас сегодня присутствует группа из Нюрнберга, города Побратима Харькова. И Декабристы это также организация немецкая. Я хотел бы сейчас перейти к небольшой презентации и хочу сказать, что сейчас мы проводим первое официальное мероприятие от декабристов в Харькове. После этого наши участники из Германии и из Украины, это молодые учителя немецкого истории, это студенты по специальности история, расскажут о своих впечатлениях в рамках проекта. Данах werden wir noch eine Diskussion haben mit Professor Stancheff von der Karasien-Universität, der Dekan ist der Zeitgeschichte in der Karasien-Universität und mit meinem Projektkoordinator, einem promovierten Historiker, ebenso Anton Galuschka-Adaykin. Und anschließend ist die Möglichkeit fragen zu stellen und dann laden wir sie zu einem kleinen empfangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ich spreche jetzt Russisch, weil ich auch Russisch beherrsche und ich bitte die Dolmetscherin auch jetzt ins Deutsche sich umzuschalten. Ich glaube, die meisten hier im Raum, sie verstehen mich besser, wenn ich Russisch spreche und ich verzeih mich vorweg für meine kleinen Zeit. Ich möchte erst einmal erzählen etwas über die Geschichte des Dekabristen. Die Geschichte des Dekabristen von der Dekabristen von XIX wahren, die in der Российской империи, ливерализации системы, какие-то идеи получили, когда были в Европе. И почему такое название теперь у Берлинской благотворительной ассоциации, организации? Это связано с тем, что в 2011 году, после выборов в Российскую Госдуму, где были доказаны фальсификации, как известно, вышли люди на митинги в Москве. И скоро после этого и в разных городах в мире, в том числе в Берлине. И там люди были самые удивлены, сколько народу вышло, где-то от 800 до 1000 были в начале декабря. Декабря в Берлине, там на митинге. И там познакомились россияне и другие русскоязычные активисты, люди, которые участвовали в этих протестах. И это потом продолжалось. Вот протест, короче, против рокировки. Декабря в Берлинской благотворительной ассоциации. Декабря в Берлинской благотворительной ассоциации. Декабря в Берлине, в других странах. И вот первые акции происходили в декабре, но тогда еще никто не думал об организации или об ее названии. Потом весной продолжались эти акции в Берлине, но уже после акции встретились вместе, чай попили и обсуждали ситуацию. Габбес noch weiter, zum Beispiel im Frühling, und da saßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tisch, sie tranken Tee und sie überlegten, wie es weitergehen soll. Ну и в течение нескольких месяцев активисты пришли к выводу, что хотим что-то дальше делать конкретного, и для этого в Германии типично, что ты делаешь, ты создаешь юридическое лицо для творительной ассоциации. И в начале, вот несколько, ну, человек, можно сказать. Это было 20, 25. И они устраивали публичные дискуссии, показы фильмов, дискуссии. И тоже начался такой Festival в Берлине, альтернативной русскоязычной культуры и восточноевропейской культуры, Рубероид. И, ну, я думаю, что это было 20, 25. И, ну, я думаю, что это было 20, 25. И, ну, я думаю, что это было 20, 25. С 2015 года появилась возможность подавать предложения на гранты от Министерства иностранных дел, чтобы проводить проекты в странах Восточного партнерства Европейского Союза, в том числе в Украине. Альтернатива. Альтернатива. Я, в том числе, придумали себе, что было бы хорошо сделать, и подавали заявки, некоторые из которых были приняты, получили финансирование, и мы начинали действовать уже по большими проектами в полупрофессиональном и профессиональном виде. Это мой большой проект, European Associates Program, это программа стажировок для украинцев, молдаван из этого года, и для граждан Грузии, которых мы приглашаем в Северную Баварию и тоже в Берлин. Потом Social Innovation School, который ведет наш председатель Сергей Медведев, это школа для социальных предпринимателей, которая проводится и в Украине, и в Белоруссии, в России, в разных городах, в Армении. И был проект «Theатр для диалога» и «Art for Peace», где художники разных стран сотрудничали. Мы решили, что мы хотели бы сделать, какие проекты, которые мы хотели бы сделать. И я решила, что мы тоже. И мы делали наши выборы. И в декабре было до конца, что мы получили финансирование, и мы уже очень профессионально работали, и мы могли бы с большими проектами начать. Утер моими проектами, я могу сказать, что это один из моих крупных проектов, «European Association Program». Это проект richtет себя на юные профессионалы из Украины, Молдави и от этого года из Георгии. Это программа для юных профессионалов, которые dadurch учатся и учатся в Белоруссии, в Белоруссии и в Белоруссии. И еще одно программание можно делать, «Social Innovation School». Это проект из нашего возраста, как мы начали с английским военциклим и социалам общества, это школа для учатся в Украине, в Украину, в Руссии и в Англии, в различных странах. И еще одно проекты, которое я хочу сказать, это «Theater для диалога» и «Art for Peace». Это проект для кюстлеров. И я могу с гордостью заявить, что мы с этой нашей группой молодых историков, это не первый проект, который мы проводим в Харькове. Здесь декабристы уже действуют в менее публичной форме, но действуют уже с 2015 года. Начинали с театром для диалога, где приехали актеры из Харькова, Киева, Воронежа и Петербурга. И в 2016 году здесь тоже проводили школу социальных предпринимателей. Я могу сказать, что наша школа для молодых историков не было первым проектом в Харькове. Мы, может быть, не в таком öffentlichе форме, но уже с 2015 года, здесь начали с театром для диалога. Мы начали школу из Харьков, Киев, Воронежа и Санкт-Петербург. И в 2016 году здесь была школа для социальных предпринимателей. Сейчас я перехожу к тому проекту, по поводу которого мы здесь все собрались. Это наш актуальный проект обмена учителей истории из Нюрнберга и Харькова. У нас 7 участников из Украины и 7 участников из Германии. Это либо уже профессиональные преподаватели истории, либо студенты-историки, которые имеют свою цель, в том числе в будущем, стать преподавателями истории. Санкт-Петербург 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 Участники проекта Санкт-Петербург для продолжения проекта так ненамеренно перешел на родной язык тогда я постараюсь продолжить на русском и этот замечательный проект получил поддержки фонда и facet это в штифт он и на рум-фа-ан-творот у кунф то есть фонд памяти ответственности и будущего германии повторюсь еще раз этот замечательный проект поддерживается фондом и facet что в переводе или в расшифровке означает фонд памяти ответственности и будущего и в этого фонда есть целый ряд проектов под темы мид об дольше украины по дольше украины югент остался то есть обмен молодежи мид об между германии и украины у этого фонда существует целый ряд проектов которые способствуют встречу gut also diese stiftung hat eine ganze reihe von projekten die sich auf die auf den austausch der jugend aus deutschland und ukraine richten и этот этот ряд проектов мид об финансируется помимо фонда и facet еще и министерства иностранных дел германии и фондом bosch а dieses проект финансируется их нечьи но дуэш тихи фауцет стифтон сондано auch дуэш тэн асфер тэн амт и дуэш тэпор стифтон и это было короткое видение я хочу еще добавить что темы наши это естественно это у нас в нашем обмене темы это национальный социализм то что от него потом получилось как войну второмировая война holocaust и принудительный труд и другие другие его последствия и также сталинизм изучаем холодомор и репрессии чистки чистки zu unseren themen zählen folgende wir diskutieren über den nationalsozialismus und über die konsequenzen von dieser erscheinung wie zum beispiel der zweite weltkrieg der holocaust oder die zwangsarbeit und andere wir diskutieren auch über den stalinismus und über seine konsequenzen das heißt über holodemore über repressionen und über die sogenannten säuberungen чистки frössisch genannt das bedeutet dass wir im rahmen des program es beim reichs partei tags gelände waren in nürnberg in buchenwald in münchen im ns документations центру документations центром und auch im memorium nürnberger процессы в рамках этого проекта мы посетили различные объекты связанные с историей национал социализма мы находились в здании рейхстага мы посетили центр документации в мюнхене мы посетили buchenwald и мы посетили также мемориальный комплекс nürnberg wahrscheinlich ist es schicksal dass ich jetzt auf deutsch weiter верно это судеба что я дальше буду говорить по-немецки ja und in harkov haben wir also wir sind noch nicht fertig mit unseren besichtigungen mit unseren фührungen und wir haben uns beschäftigt mit den orten der verfolgung von künstlern beim slovo house wir haben uns beschäftigt mit schon dem thema holodomor wir waren in drobitzki ja und dem holocaust museum und haben is not google von harkov besucht harke we мы еще не закончили все те экскурсии которые мы запланировали но в нашем списке такие объекты которые связаны с преследованием люди искусства например дом слова мы также посещаем объекты связанные с темой голодомора мы посещаем droбицкий яр мы посещаем музей холокоста и мы посещаем харьковскую синагогу natürlich auch das denkmal also das zweite weltkriegs denkmal das ja auch ein soldaten grab ist und ein grab von von zivilen opfern des zweiten weltkrieges und wir werden uns auch beschäftigen noch am ende der woche mit dem was hier in den letzten jahren passiert ist 2014 2015 mit der aktuellen politischen lage und mit dem mit dem krieg der in ukraine herrscht также мы намерены посетить памятник посвященный жертвам второй мировой войны там находится кладбище солдаты погибших и также кладбище погибших мирных жителей во второй мировой войне в конце этой неделе мы также будем обсуждать и касаться того что происходит в украине в последние годы а именно того что произошло 2014 2015 году актуальным политическим событиям будем посвящать нашу дискуссию и обсуждать также тему войны в украине das war jetzt die einführung die презентацию unseres програмmes und ich darf jetzt unsere erste teilnehmerin auf die bühne bitten julia davidich aus karkiv eine schul-lehrerin für geschichte die uns ihre eindrücke aus dem programm ein bisschen schildern wird это была небольшая презентация вступительное слово о нашем проекте сейчас я хотел бы пригласить к нам на подиум первую участницу julia davidich она является учителем истории в одной из школ и она поделится с нами своими впечатлениями guten tag мне приятно находиться сегодня на этой встрече это есть мир eine große freude hier zu sein я работаю учителем истории правоведения в харьковском физико-математическом лице номер 27 ich arbeite als lehrerin für geschichte und recht an der hakiver schule mit erweiterten физик- und mathematikunterricht номер 27 когда я впервые узнала о научном обмене молодых учителей истории nürnberg-харьков я очень заинтересовалась этим проектом als ich zum ersten mal erfahren habe dass es so einen austausch gibt zwischen den jungen geschichtslehrern aus nürnberg-харькова их sehr begeistert davon und sehr dafür interessiert так как модели современного учителя она предполагает готовность постоянно внедрять новые образовательные идеи способность постоянно учиться и находиться в непрерывном творческом процессе эти качества к сожалению не выдаются с дипломом об образовании а формироваться в ежедневных учительском труде diese fähigkeiten bekommt man nicht gleich mit dem dipplum an der universität diese fähigkeiten kann man nur in sich selbst erziehen поскольку я осознаю себя как человека с активной жизненной позиции то этот проект стал для меня уникальной возможностью услышать разные точки зрения участников проекта узнать новые факты о событиях второй мировой войны и которые как известно существенно отличаются от той информации которая представлена в учебниках и других официальных источников durch dieses проект konnte ich als eine person mit der aktiven lebensposition erfahren wie unterschiedlich die meinungen der projektteilnehmer und projektteilnehmerinnen sein können ich habe auch unterschiedliche neuen tatsachen über den zweiten weltkrieg erfahren und diese informationen unterscheiden sich wesentlich von dem was wir in den lehrbüchern oder anderen quellen lesen können сначала я очень сомневалась что могу стать участником проекта но все же написала резюме и отправила анкету am anfang habe ich eigentlich gezweifelt dass ich als teilnehmerin an diesem projekt ausgewählt sein kann aber ich habe mich trotzdem beworben und mein lebenslauf war gut und taugend für das projekt очень символичным стал для меня звонок andrea новака в день моего рождения а потом и пришло письмо на электронную почту с подтверждением моего участия в проекте sehr symbolisch war der anruф von herrn andre novak am tag also an meinem geburtstag und dann bekam ich eine zusage durch die e-mail и когда я уже села в автобус киев-нюрнберг я осознала мечта стала реальности und als ich in den bus kiev-nürnberg eingestiegen bin wurde es mir bewusst dass mein traum in erfüllung gegangen ist нюрнберг встретил нас солнечной погодой очень добрыми открытыми доброжелательными людьми и невероятно красивой архитектурой старинные улицы нюрнберг просто завораживает нюрнберг hieß uns willkommen mit dem sonnigen wetter mit freundlichen aufgeschlossenen menschen und mit wunderschönen architektur die alten straßen von nürnberg sie waren einfach begeistert sie waren wunderschön незабываемое впечатление оставил после себя и прекрасный но уже более современный город münchen nicht weniger beeindruckend war auch die stadt münchen die ich eigentlich nicht so alt sondern ein bisschen moderner fand ksajelению наша история наполнена множеством трагических событий главным из которых является вторая мировая война поэтому учитывая все события которые происходят в современном мире по моему мнению современный учитель истории должен с наибольшей объективностью преподносить детям материал так как информация которая есть в учебниках она очень часто очень subjektивна ich finde unsere unser leben ist leider voll von tragischen ereignissen und das tragischste vielleicht war der zweite weltkrieg und angesichts der aktuellen ereignissen in der welt glaube ich dass ein geschichtslehrer oder eine geschichtslehrerin immer zur objektivität streben muss weil die quellen mit denen wir arbeiten sie sind stets sehr subjektiv verfasst этот проект лично мне как молодому учителю истории дал возможность посетить такие исторические места как музей исторический музей в нюрнберге зал суда где проходил нюрнбергский процесс над нацистами центр документации нацистской партии место где проходили прохадили съезден сдаб канцлахери бухенвальд музей национал социализма в мюнхене мюнхенский университет als junge geschichtslehrerin konnte ich folgende historischen orte besuchen wie zum beispiel das historische museum nürnbergs das dokuzentrum in nürnberg das gerichtssaal wo das prozess über den über die nationalsozialisten vor sich gegangen ist die seele der nsd ap wo diese partei ihre tagungen gehabt hat die ich habe auch buchenwald besucht und das historische museum von münchen я получила уникальную возможность пройти теми улицами где ступала на гачила века который первой половине 20 века можно сказать вершил мировую историю кроме того проект дал возможность ближе познакомиться с немецкой культурой и немецкими традициями а затем konnte ich durch das projekt die deutsche kultur und die deutsche traditionen besser kennenlernen также хочется сказать что этот проект объединил вокруг себя группу очень активных очень креативных личностей с которыми было все это время очень приятно и интересно работать и общаться я благодарна организатором научного обмена за возможность за этот проект за то что он подарил мне такие вот уникальные незабываемые эмоции от посещения европейской страны германии что на мой взгляд является невозможным осуществить обычному учителю истории это лето войдет мою личную историю как лето под знаком нюрнберг-харьков этот сомер nehme ich in meine persönliche geschichte unter dem motto austausch nюрнберг-харьков спасибо за внимание vielen dank für ihre aufmerksamkeit vielen dank juli davidisch für die wunderbare präsentation der persönlichen eindrücke über das projekt большое спасибо юлия за то что вы поделились с нами вашими личными впечатлениями которые вы пережили во время проекта ich darf jetzt auf die bühne bitten cornelia götschel aus nürnberg und felix max aus regensburg von den deutschen teilnehmen я приглашаю немецких участников cornelia и maxa которые представляют nürnberg и berlin regensburg прошу прощения добрый день guten Tag ich bin cornelia götschel ich studiere Geschichte und Archäologie in Erlangen bin 23 Jahre alt und möchte Ihnen heute zusammen mit Felix etwas über unser Austauschprojekt erzählen добрый день меня зовут Cornelia Gorschel я изучаю историю и археологию в университете в Ирландине мне 21 год мне 21 год и совместно с Феликсом я хотела бы представить вам свои впечатления о проекте Hallo, mein Name ist Felix Max und nur um missverständnissen vorzubeugen ich bin nicht mit Karl Marx verwandt ich bin 23 Jahre alt komme aus Regensburg und studiere Geschichte und Deutsch auf Gymnasialleamt добрый день меня зовут Felix Max мне тоже 21 год я изучаю историю в университете Regensburg als wir von diesem Programm erfuhren haben wir uns eigentlich zuallererst gedacht was wissen wir eigentlich über dieses Land Ukraine und über diese Stadt Scharkiv und leider mussten wir uns eingestehen und auch ich selber dass das Wissen eigentlich sehr begrenzt war natürlich kannte ich als Fußball-Fan die Stadt Scharkiv von der Europameisterschaft 2012 und auch die Ukraine war mir natürlich gerade aufgrund der letzten Jahre ein Begriff aus den Medien когда мы узнали об этом проекте мы задались вопросом а что же мы именно знаем о стране Украине и о городе Харькове и к сожалению я должен был признать что мое знание было очень ограничено конечно же как футбольный болельщик я прекрасно помнил Украину и Харьков благодаря чемпионату Европы по футболу 2012 года также Украина была мне известна в ходе последних событий в этой стране als wir uns nach unserer Zusage für das Projekt auf die ukrainische Geschichte und ihren Zusammenhang mit der Deutschen vorbereitet haben sind wir natürlich auch viele Zahlen, Daten, Fakten und Begriffe gestoßen Holocaust, Holodomor, Hungerplan, Einsatzgruppen Namen wie Ribbentrop, Molotov, Stalin und Hitler unglaublich viele Fakten die auf uns einprasselt und uns auch immer wieder erschüttert haben Когда мы получили подтверждение нашего участия в проекте и мы стали готовиться к проекту посвященному немецкой истории украинской истории и их взаимосвязи мы открыли для себя множество цифр фактов и понятий таких как Holocaust, голодомор, принудительный труд мы стали узнавать новые подробности о таких личностях как Ribbentrop, Stalin, Hitler и мы увидели насколько ошеломляющей оказалась эта информация для нас очень важная потому что это очень важно чем же является эта страна что она представляет из себя и что сформировала ее культуру это КЗ Некоторые из них, такие как концентрационный лагерь в Бухенвальде или Дробицкий Яр. Истории становятся живыми не только потому, что ты посещаешь определенные места, но и потому, что ты встречаешь определенных людей. Так в Харькове музее Холокоста мы познакомились с Ларисой, которая организовала этот музей и вдохнула в него жизнь. Она рассказала нам множество аутентичных историй о тех, кто выжил и она ведет большую работу для того, чтобы жертвы Холокоста не были забыты и эти события также не стерлись из памяти. Эти Лути Эти люди, которые активно работают над сохранением исторической памяти, рассказывая свои личные истории или другие истории, нас очень вдохновили и поразили. И мы, как и вы в Украине и в Германии, мы молодые историки и молодые преподаватели этой дисциплины. Мне кажется, мы выполняем очень важную задачу. Люди, историки, указ Filmowi и коллеги в Ohio näусящить? Очень выражение eigen measurements, которые фильмы с Украинами поселения и на немест河good спроса. Я хотел бы подчеркнуть, что вы, наши украинские коллеги, вы, молодые историки, стали нашими друзьями в самом настоящем смысле этого слова. Антон, Вадим, Денис, Оля, Катя, Евгений, Алена, вы все украинские наши участники сделали наши посещения Украины незабываемым. И я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нас так приветливо и тепло встретили и дали нам такое хорошее видение украинской культуры истории. Антон действительно нас очень вдохновил и он дал нам понять, что только вместе мы можем активно сохранять нашу память. И если мы активно будем работать над ее сохранением, если мы будем активно работать над сохранением нашей истории, то только в этом случае мы сможем создавать наше будущее. Большое спасибо за эту идею и большое спасибо за это время. Я думаю, что это воспоминание останется со мной очень надолго. Я хотел бы поблагодарить Марию. Спасибо большое, потому что только что я об этом забыл. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. я понимаю, как в школе и в школе учили, в училище, в училище училище, в училище училище училище, в училище училище. И мы также чувствовали, что происходит на технических исторических местах, которые мы посетили. И я могу здесь не verschweigen, что я, конечно, только в такой идее для этого проекта, потому что я сам был из-за истории, которые я получил. Да, некоторые были очень хорошие, и которые я также хочу рассказать и вам благодарить. Большое спасибо, Корнелия. Большое спасибо, Феликс. Я также хочу подчеркнуть и присоединиться к их словам. У нас собралась действительно чудесная группа молодых преподавателей и молодых студентов. в рамках этого проекта. И вы создали действительно отличную команду и отличный обмен. И не только во время ужинов, обедов, во время тех недолгих пауз для отдыха, которые у нас были, но и во время непосредственно работы над нашей темой. И я думаю, вы сумели обменяться информацией о том, как преподается история в ваших школах, в ваших университетах в обеих странах. И успели друг от друга также узнать, что происходило на тех местах, которые вы посещали в рамках проекта. Я также не хочу умолчать о том, что сама идея этого проекта пришла мне в связи с тем, что я сам учился прекрасного преподавателя истории. Я хотел бы на этом месте упомянуть его и поблагодарить его. Их было несколько хороших учителей. Я хотела бы еще добавить, кое-что Юлия упомянула, что она осознала, что стала участницей проекта, только сидя в автобусе, Киев-Нюрнберг. Хочу сказать, что автобус стартовал 11 июня, и наша группа, она вошла в первую тысячу украинцев, которые смогли въехать на территорию Европейского Союза без визы. Я хотела бы также сказать, что этот проект поддерживает. Он поддерживается и Департаментом международного сотрудничества города Нюрнберг, который также активно содействует партнерству между городами Нюрнберг и Харьков. И этот департамент поддерживает нас наряду с организациями, которые я уже упомянул, как наших спонсоров и партнеров. Сейчас я хотела бы предоставить слово профессору господину Михаилу Станчеву из Университета Каразин. А также координатору проекта в Харькове Антону Галушки Адайкину мы обсудим несколько вопросов. Спасибо. Андрей. 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 Здравствуйте. Андрей. 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 И это просто классно, что вы с нами сегодня здесь. Я также имела честь узнать о том, что вы были одной из тех личностей, которые притворили в жизнь проект партнерства между Нюрнбергом и Харьковом. И таким образом замкнулся круг. Сегодня вы также присутствуете на мероприятии, которое проходит в рамках этого партнерства. И я хочу вам предложить первое вопрос. Один из наших альтернеров были на университете и были в этом университете. И trotzdem хочу я спросить, Итак, я хотела бы задать вам первый вопрос. Часть наших участников получили образование как раз в Каразинском университете. Я уверен, что они получили хорошее образование. Однако я хотела бы спросить, каким образом наш проект, который не является научно ориентированным, он скорее направлен на обмен и направлен на живое переживание и понимание событий, которые произошли на определенных исторических местах. Как такой проект может повлиять на ваших учащихся и что он может дать им в контексте их будущей преподавательской деятельности? Спасибо. Я очень рад приветствовать участников встречи. Для меня это действительно большое удовольствие. Я отказался от поездки на дачу, только чтобы приехать и встретиться с вами. Скажу почему. Спасибо. 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 Как сказал Андрей, я стоял у Истоков подписание договора как заместитель мэра Харькова и депутат между Харьковом и Нюрнбергом. Как Андрей уже говорил, я был одним из главных руководителей для строительства степартнеров между Нюрнбергом и Харьковом. Я сейчас являлась представителем мэра Харькова. Когда мы думали, какое направление может принимать наше сотрудничество, я никак не ожидал, что через 30 лет я окажусь участником такого проекта. Мы тогда проводили стажировки первых наших бизнесменов, руководителей предприятий в торговопромышленной палате Баварии и банкиров. времени между молодыми актерами и художниками было целое проект, по этому поводу, двухлетним. Наши художники жили и работали в Нюрнберге, а немецкие у нас. Моих студентов, бывших, не знаю, настоящие есть или нет, не вижу пока, которые принимают участие в подобного рода обменах. Если говорить о пользе, о влиянии вашего проекта на то, как наши студенты это будут принимать, несомненно, да, положительно. И когда человек может сам лично увидеть, посетить места, которые, для историка это обязательно, он должен пощупать своими руками и увидеть своими глазами. Если мы говорим о пользе или о влиянии этих проектах, то я могу сказать, что влияние очень позитив. История, историк, историк, который должен обязательно посетить исторические места и с собственными глазами, с собственными руками и с собственными руками. Конечно, они будут это использовать в своей учебе и в своей профессиональной деятельности. Я уверен. И это будет зависеть от них самих. А мы можем только помочь. Я скажу, к сожалению, один печальный пример в моей практике, когда моя студентка, которая отдала тему взаимоотношений Германии и СССР накануне Второй мировой войны, на базе не опубликованных у нас документов дипломатических между СССР и Германии, в частном дипломатической переписке Молотова с Риббентропом, посла Шуленбурга, Донесениеву и так далее, она, к сожалению, отработала очень плохо этот проект и отказалась от него. Я могу вам сказать, что я могу сказать, что мне сказали. Я говорю, что впервые студенты my contact students это было на вопросе. Это было в cooperateе отношения между Германии и СССР за Второй войну войну. И она использовала документы, например, в дипломатическом пространстве между Молотов и Требентроп, которые отражались от Ботсчаффа в Шуленбург и так далее. Это было очень интересно и многофильм, но студенты работали так, и она не разработала это вопрос. Поэтому, еще раз повторяю, это должно зависеть от студентов, оно должно быть вот здесь, если это желание есть. Подобные обмены, знакомство с музеями, с центрами документации, это невероятные вещи. В наше время это запрещали, к сожалению. Я не мог поехать в Германию, хотя выиграл конкурс, у нас в университете был 1973 год, конкурс немецкоязычный, я изучал немецкий язык. Я вспоминаю анекдот, когда Ельцина спросили на пресс-конференции, какие языки вы знаете, он сказал английский. Говорит, скажите слово. Он говорит, хендер хох. Говорит, так это немецкий. Ой, я еще и немецкий знаю. Ну, на самом деле, я просто хочу сказать, что я немецкий уже подзабыл, конечно, и хаба-каня практик. Но я выиграл тогда этот конкурс, я должен был поехать учиться в Берлин, в Гумбольд-Университет. Но я не поехал. Как я выиграл конкурс в Аспирантуре в Болгарии, я тоже не поехал. В связи с этим я всегда шучу, где я только не был. И в Германии я не был, и в Болгарии я не был. Но, к счастью, я был и там, и там. Да, я хочу сказать, что это все зависит от студентов. И если у студентов этот Волгарии в Интере, то придет к этому поводу, если нет, то не будет. Этот взаимодействие, который вы можете идти к историческому городу, это действительно очень прекрасная вещь. Я не могла. Я сам научился. Я учился в школе, и я могла учиться в студенте в школе. И я тоже победил, но я не могла. Я не могла учиться в школе в школе. Я помню в этом отношении в один раз в ускорблении президента Yeltsin, когда он спросил, что язык они имеют в школе. И он сказал английский. Он сказал, что язык они имеют в школе. Он сказал, что это на английском языке. Ну да, я тоже могу на английском языке, он сказал. Как говорится, я учился в английском языке. И я не могла учиться в Хумболт-Университет в школе. И я не могла учиться в Булгарии. Но у вас есть возможность. И последний момент. Не только профессиональных, но и личных. В прошлом году моя студентка была на подобном проекте в Софии. Она в этом году закончила университет и 17. августа выходит там замуж. Она уже университет. И она уже университет. И она в 17. августа в Софии. Спасибо большое. Очень большое. Спасибо. 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 Добрый вечер. На самом деле я хотел бы поприветствовать в первую очередь всех присутствующих, дорогих коллег, участников программы. И я хотел бы сказать огромное спасибо заранее в пресс-центре, на кипело его работникам. Не только за то, что они помогли нам с организацией сегодняшней пресс-конференции, но и за их великое дело в защите украинской информационной свободы. Да, guten Abend. Альга. 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 И я хочу вас поздно 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 поздно. И я хочу вас поздно 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 поздно. И я хочу вас поздно 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 поздно. В первую очередь, на самом деле, это один из тех маленьких шагов, которые делает наше государство для построения демократии. Für mich bedeutet dieses Projekt einen der kleinen Schritte unseres Staates auf seinem Weg zur демократии. Но делать шаги навстречу к этому мы обязаны. И вот наша программа является частью этого всеобщего движения, направленная к достижению позитивного для всех результата. Только благодаря обмену мы можем делать, обмену мнениями, мыслями, мы можем делать какие-то последующие реальные поступки. И на самом деле, вот снова же, поездки, да, вот коллеги говорили, не может ни один человек ничего понять, ни пощупав, ни поняв. Нужен тактильный контакт. Я не буду говорить, что наши немецкие коллеги возьмут из наших реальных хорошего, да, и они смогут, улучшить свою демократическую систему. Я бы хотел пару слов сказать, наверное, о моих личных мнениях, да, о немецкой демократической системе. Вы знаете, на самом деле, находясь там в пятизвездочной гостинеце, любая страна хороша. Вот. И понять, как ты вообще будешь воспринимать реально, это только вот выйдя на улицу, да, окунувшись в реальную жизнь. Я бы хотел сказать, что если ты в 5-стерн-хотеле живешь, то все страна хороша и хороша. И один, их много, но вот главный момент, который меня приятно поразил в Германии, и который я считаю, что нам, украинцам, следует сюда перенести, это общество доверия. Я бы назвал это так общество доверия, взаимного доверия. Снова же, ты можешь сделать какие-либо заключения. Основываясь, в первую очередь, на мелких деталях. Элементарная вот вещь, которая меня еще в первый раз поразила, когда я еще, как сказать, с визой ездил, и приятно меня поразила и сейчас уже по безвизу. Простое отсутствие турникетов в метро. То есть, когда государство доверяет своему гражданину, и тем самым получается, что не проверяет его, насколько он, как сказать, насколько он следует или не следует правилам. То есть, доверие государства гражданину. То есть, это вертикальный уровень, да? Мы говорим о том, что государство доверяет гражданину. Другой пример. Когда ты едешь просто где-то в поле, да, и ты видишь, как стоят овощи, и ты можешь подойти, взять и просто оставить определенную сумму денег, которую ты считаешь нужным или которая примерно прописана. Это уже другой уровень доверия, да? То есть, горизонтальный гражданин на гражданину. Это, что это уровень, где государство доверяет гражданину. И еще один пример. Я видел, что в стране, в стране, просто Мюсе, где можно купить. И объединяя вертикальные и горизонтальные уровни доверия, может быть, тогда мы сможем построить приблизительно близкое к идеалу общества. И если мы объединяем эти две этапы, то есть вертикальные и горизонтальные вертикальные, то мы можем построить что-то подобное как идеальное общество. Относительно нашей программы, я бы хотел сказать, что на самом деле это великолепная, прекрасная вещь для наших украинских и немецких историков. Единственное, хотелось бы пожелать, чтобы такие программы обмена были и в других областях. Потому что мы не можем делать что-то в одной области хорошо, а в другой будет плохо. Это как баланс, он должен соблюдаться везде. В этом году мы можем сказать, что это очень позитивное, что мы для наших украинских историков и для наших историков. Я хочу сказать, что эти проекты в других областях, в других областях, в других областях, И заканчивая, я бы хотел сказать, что на самом деле лично я, я сейчас лиферат, что наши участники программы, они смогут своим детям преподать правильный, качественно новый, демократический подход к изучению истории. И таким образом вывести наши государства на новый уровень общения, сделать их ближе и нашу жизнь лучше однозначно. И zum Schluss möchte ich meine Freude aussprechen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie können ihren Kindern beibringen, wie man eigentlich die Geschichte richtig sehen muss und wie man auf eine andere Art und Weise die Geschichte erfahren und erleben soll, auf eine demokratische Weise heißt das. Und das trägt dazu bei, dass unsere beiden Länder näher rücken und auf ein qualitativ neues Niveau der Kommunikation kommen. Я искренне всем благодарен. Спасибо. Und ich bin von meinem Herzen Ihnen allen dankbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Anton. Ich komme später zum Dank. Da muss ich auch einiges bei Anton entsprechend, sozusagen mich für einiges bedanken. Ich möchte jetzt aber eben auch nochmal sagen, dass nicht nur die ukrainischen Teilnehmer etwas lernen konnten, was sie im Geschichtsunterricht verbessern können, sondern auch die deutschen Teilnehmer gesehen haben, wo die Lücken sind, wo die Themen sind, die viel zu wenig genannt werden bei uns im Geschichtsunterricht, sogar an den Universitäten und im Studium. Und dass es da auch noch viel gibt, was verbesserungswürdig ist. Und sehr vieles betrifft Osteuropa, betrifft die ehemalige Sowjetunion und betrifft auch die Ukraine. Vielen Dank. Wir haben aber auch gehört, dass Anton sich sehr beschäftigt mit der Ukraine jetzt und auch in Zukunft und nach vorne denkt. Und das ist sehr, sehr wichtig und das schätze ich sehr an ihm. Und ich hoffe, dass wir da mit unserer Zusammenarbeit auch in Zukunft etwas dafür tun können. Ich möchte mich aber jetzt auch nochmal in die Geschichte kurz vertiefen mit Professor Stanchef und ihm noch eine Frage stellen. Und wie wir schon gesagt haben, wie wir schon gesagt haben, Anton sehr viel внимания erhält, hat die aktuellen Situation in der Ukraine und in der Ukraine sehr viel überrascht. Und ich möchte mich sehr überrascht, dass wir in der Zukunft etwas machen können, und ich glaube, dass wir in der Zukunft machen können, dass wir etwas in diesem Bereich machen können. Aber jetzt möchte ich gerne zurückkehren zu Fragen und zu Fragen stellen und zu fragen, Herr Prof. Stanchef. Prof. Stanchef, die Ukraine hat, wie wir jetzt auch gerade die letzten Tage wieder gehört und nachgefühlt haben, unglaublich viel gelitten unter den zwei schlimmen totalitären Systemen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, unter den Nazis und unter dem Stalinismus. Und deswegen möchte ich fragen, wie werden denn heute diese totalitären Systemen wahrgenommen? Wie sieht da die Diskussion aus und wie sind die Meinungen dazu heute in der Ukraine? Herr Prof. 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 Wir haben schon viele Mal gehört, dass wir uns sehr zu haben, was nämlich zwei tamarillen Fertig sind von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der�� Kenntnis und der Stalinchwenden sind. И в связи с этим я хотела бы задать вам вопрос, как эти тоталитарные системы оцениваются в Украине, каковы существующие мнения об этих системах на сегодняшний день в Украине. Спасибо за вопрос. Однако ответить на него кратко невозможно, но я постараюсь. В преподавании, в частности в школе, детям, кроме Дефиниции, что такое Фашизм, Нацизм, тоталитаризм и так далее, они все равно это не поймут, важно дать сравнительные анализы этих систем. Я, к сожалению, немецкая часть не могу порекомендовать, но украинская часть могу порекомендовать книгу моего. Другой из автора, профессора Чернявского Соединенных Штатов, которой я написал предисловие. Большевизм и национал-социализм – сравнительный исторический анализ двух форм тоталитаризма. Это единственная фундаментальная книга на эту тему сегодня в Украине. Я не могу вам предложить не в русских целях. Но, как русских целях, я могу вам предложить это книжку, который мой друг и мой взгляд, профессор Чернявский, из США, для этого я написал. Это очень важно понять, в чем они схожи, в чем они отличаются, потому что сегодня в публичном пространстве мы слышим очень много терминов связанных с украинским фашизмом, украинским национализм и так далее. Это идет в рамках гибридной войны со стороны России, но, к сожалению, это воспринимается не совсем однозначно и у нас. Важно понять корни формирования этих систем, даже если хотите не только идеологическую сторону, и показать, а есть ли фашизм сегодня в Украине или в России, или его нет, а если есть что-то такое, как он выглядит. Важно. 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 языках ее разобрали, но несколько авторских экземпляров есть, если есть необходимость, эту я дарю проекту. И задумайтесь над таким вопросом, а как так получилось, что когда студенты вышли на Майдан накануне подписания в Вильнюсе договор об ассоциации, основная идея митингов была что? Про европейский курс Украины. И возмущение было в связи с тем, что не был подписан договор об ассоциации. Я это в моем книге вообще не написано, я просто говорю это мюндически. Это книга у меня, это то есть «Три третий войска войска об Украине». Это книга, это уже вышло, это книга, это книга, русский, украинский и полнский. Но я имею в виду несколько экземпляров, и если кто-то интересует, то herzlich willkommen. Но я хочу, чтобы вы подумали, что вы подумали, как это было, что студенты, которые на Майдан на Майдан были, с тем, что мы имеем в виду, что мы будем по-настоящему в первую путь кUкраину. и мы снижаемся, что это не произошло. Студенты, приближающие сессии, студенты и студенты, они уехали с дават Эзамен. Спад, напряжение на Майдане, то есть произошел спад. Вдруг появляются Тезисы. Украинские фашисты, украинские националисты и донецкие сепаратисты. Это не случайно. И обывательская публика воспринимает это сразу без фильтрации этих понятий. Причин для возникновения этого можно обвинять и свободу, и других в превышении своих националистических лозунгов. Но тут разговор о причинах возникновения этих конфликтов, а не терминологический. Тут включилась гибридная война. И самое страшное, в результате обвинения западной украины в национализме, в восточном сепаратизме, столкнули украинский народ один с другим. Кто и зачем это сделал? Вот на какие вопросы мы должны отвечать. Как говорил Высоцкий, мы ставим злободневные вопросы и не находим ответа на них. А мы должны на них отвечать, как историки. Да, и обратно к студентам на Майдан. Они могли на Майдан вернуться, потому что университета была пребывающаяся в Майдан. Но есть у Майдан, как украинский фаскизм, фаскизм, унаш, законодательства и оливерситет. Сепаратизмом из Донецк. Сепаратизмом из Донецк. Сепаратизмом из Донецк. Я сейчас работаю над продолжением этой книги, которая будет называться «Странная война». Я работаю над вторым книгом из этой книги, который называется «Странная война». И последнее уже, у нас времени нет, чтобы разрядить ситуацию, мы говорим о Тоталитаризме и так далее. Можно я в анекдотичном варианте вам дам систему Тоталитаризма. И так далее. И так далее. И так далее. Мы считаем все время в том, что этот Феномен не изжит. По крайней мере на постсоветском пространстве. Мы считаем, что этот Феномен всегда живет? Только в несколько иной упаковке он появляется. И который выглядит приблизительно так, что в наших странах обычно мы говорим, что левая рука не знает, что делает правая. Это очень важно. В этой книге я даю свою характеристику постсоветского образа жизни. В этом книге я даю свою характеристику постсоветского образа жизни. Я выявил такую закономерность. Она странная, но закономерность. Ich habe eine Gesetzmäßigkeit gefunden, die ist zwar seltsam, aber die gibt es trotzdem. У нас есть безработица, но все работают. Все работают, но никто ничего не производит. Никто ничего не производит, но у всех все есть. У всех все есть, но все всем недовольны. Все всем недовольны, но голосуют за. Все, все, все. Спасибо. 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 Аплодисменты. Спасибо. 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 Аплодисменты. 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 Их были на высоте Конева недалеко от Харькова, где мы угощали и советских, и немецких ветеранов кашей солдатской, ну с неизменными 100 граммами, ну они вышли больше, чем 100 грамм. Но самое приятное, что к концу вечера и немецкая, и советская сторона пели выходила на берег Катюша. В последнее время мы провели на Кониеве, это не далеко от Харкова, и мы обладали нашим участникам Солдатыбреи, и еще еще 100 грамм Снапс или Водка, и это было конечно больше, чем 100 грамм. Но было бы, что на конце вечера, что были две партии, которые это песня «Вахадилананбер Катюша», это самая популярная песня Второй мировой, это популярная песня из своей войны. Стереотипы стерлись, друг друга начали приглашать гости, и последняя вишенка на торте, как говорят, этой встречи. В составе делегации был человек, который, когда немцы оккупировали Харков, его область, проживал в Люботине, в семье украинской. В семье была молодая красивая девушка, ее звали Татьяна, и он помог ей избежать депортации. Они любили друг друга. И это было на протяжении практически всей жизни, она так и не вышла замуж. Ну, через 60 лет, считаете, почти, приехал, мы помогли ему ее найти, и мы организовали им встречу. Это не забываемо. 60 лет назад, когда он был виноват, и мы помогли ему, чтобы он был виноват. И 60 лет назад, когда он был виноват, это было не забывал. Это было забывал. Спасибо. Большое спасибо. Наша дискуссия дополнилась еще одним аспектом. Это аспект примирения между Германией и Украиной, и другими бывшими республиками Советского Союза, и странами Восточной Европы. И я не думаю, что это само собой разумеется на данный момент, что немцы в этом контексте обязательно воспринимаются позитивно. И еще раз. Возвращаясь к теме Фасшизм, эта инфляционная использованность этого слова, это для меня был импульс, мы думали, что мы должны работать с историей. И вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. И я хочу читать Валтер-Раденов. Если вы на Нюрнберге, то есть в Валтер-Раденов-Пад. Это тоже есть У-Бан-Статон. И в Север-Раденов-Пад. Да, и я хотела бы вернуться еще раз к тому употреблению слова «фашизм», которое на сегодняшний день мы имеем в обществе, и которое дало мне импульс к созданию такого проекта по работе с преподавателями истории. Большое спасибо за то, что вы дали нам сопоставимую перспективу. Я хотел бы в этом контексте вспомнить Вальтера Ратенау в Нюрнберге. Если вы туда съездите, существует площадь имени его и одноименная станция метро. Там приведена его цитата «Сравнить значит понять». Вальтер Ратенау был в Веймарской республике министром иностранных дел и был убит национал-социалистами. И я хотел бы принести свои слова благодарности также за то, что вы сказали о Майдане или, как в Украине его называют, о революции достоинства. Вальтер Ратена. Вальтер Ратена. Вальтер Ратена. И революция достоинства это нечто, в чем приняло участие, насколько я знаю, не. Не сотни тысяч украинцев, но миллионы украинцев. Насколько я знаю, эта цифра, она насчитывает 2 миллиона. И мне кажется, что этот проект, он также служит своего рода ответом на вызов или на зов Украины, который прозвучал тогда. И я хотела бы поблагодарить участников нашей подиумной дискуссии, которые привнесли что-то в нее новое, добавили какие-то новые интересные аспекты. Я хотела бы поблагодарить господина профессора Станчева. Также Антона Галушку Айдайкина за то, что он превосходно решал различные проблемы различными способами, которые возникали в ходе проекта. И за то, что он работал прекрасно со мной в одной команде. Большое спасибо. Также благодарю переводчика Анну Коломитцеву, которую я знаю по нашему проекту в Нюрнберге. Она принимала участие в 2015 году и провела в Нюрнберге месяц. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...